Здравствуйте! В эфире программа «Деловая неделя». Здесь мы подводим итоги минувшей пятидневки, обсуждаем основные события политики, экономики и бизнеса региона и города. Сегодня в программе. Глобальное строительство городских социальных объектов продолжается. На подходе новый детский сад и школа. Охватили весь производственный цикл предприятия. На ММК модернизировали систему оптимизационного планирования продаж и производства. Штраф в размере десятикратного норматива потребления. «Уралэнергосбыт» впервые начал наказывать рублем южноуральцев за несанкционированное подключение к электроэнергии. Сразу два крупных социальных объекта строятся в Магнитогорске. Оба в новом 147 микрорайоне. Детский сад, где полным ходом уже идут отделочные работы. И школа там строительство только на начальном этапе. Введение в эксплуатацию нового садика поможет решить проблему переполненности дошкольных образовательных учреждений в южной части города. А школа станет самой большой в Магнитогорске и рассчитана на 1224 ученика. Она также заметно разгрузит близлежащие учебные заведения. Когда новые объекты откроют двери, выяснял наш корреспондент. 147 микрорайон. Южная часть Магнитогорска. Здесь заканчивается многоэтажная застройка и начинается частный сектор. В последние годы именно здесь ведется активное строительство. Население домов за зеленым логом неуклонно растет. Поэтому ощущается острая нехватка детских образовательных учреждений. Соседние школы, которые учатся в две смены, и детские сады загружены. Именно в эту часть города брошены все силы по возведению новых социальных объектов. Не так давно в южных районах появились две большие школы и детские сады. Один из которых в 147 микрорайоне был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Сегодня недалеко от него ведется новое строительство. Работа кипит. На подходе новый детский сад. Строители приближаются к завершающей стадии. Уже готов фасад и проведены все коммуникации. Вот сейчас мы с вами находимся в пищеблоке. На данный момент выполнено 80% отделочных работ. То есть работы еще ведутся. В данном пищеблоке у нас существуют такие цеха, как горячий цех, хранение продуктов и тому подобное. Коммуникации основные – это вентиляция, сантехнические. Все работы выполнены практически. Также повторюсь, что у нас заведено все отопление. В этом году мы уже запускали, проверяли, все функционирует, работает. В садике будут спортивные музыкальные залы, кабинеты логопеда и психолога, соляная пещера. Нам показывают новые групповые ячейки. Во многих уже выложена кафельная плитка в душевых и санузлах. Ведутся чистовые отделочные работы. Чуть позже начнется благоустройство территории. Окончание работ по графику – это третий квартал текущего года. На сегодняшний день мы четко понимаем, что мы укладываемся в график по строительству детского сада номер 2 в 147 микрорайоне. Отмечу, что это типовой проект на 290 мест. В садике будут работать 10 групп для дошкольников. Из них две группы для раннего возраста, в том числе группы оздоровительной направленности. Строительство данного учреждения позволит нам проблему решить по переуплотнению дошкольных образовательных учреждений, уже действующих в южной части города Магнитогорска. Ну и, конечно, снизить очередность детей от полутора до трех лет в данной части города. По соседству с новым садиком полным ходом идет строительство самой большой школы в Магнитогорске. Пока здесь вырод котлован, строители приступили к первым фундаментным работам. Отмечу, учебное заведение будет рассчитано на 1224 места. Это будет четырехэтажное здание, в нем, помимо прочего, будет бассейн. Школа такого проекта в городе Магнитогорске у нас нет с таким проектом. Прототипом взята школа Казани. В школе планируется большой спортивный кластер. Четыре блока планируются при строительстве школы. Это спортивный, начальная школа основного, среднего звена. На территории школы будет футбольное поле, беговые дорожки и площадки для игр в бадминтон и волейбол. Завершить строительство планируется в 2024 году. С нетерпением ждут ввода новых объектов в эксплуатацию жителей района. Маленькому Артему пока год и два месяца. В два года Анна планирует отдать его в детский сад. Вы уже в садик куда-то записывали малыша? Да. А в какой записали? Ну, в нескольких из этих районов, которые находятся. Здесь очень хорошо, что есть садики и школа строится. Говорят, что она будет самая большая в городе. Глава города Сергей Бердников на одной из пресс-конференций подчеркнул, помимо строительства школы в 147 микрорайоне, есть планы по возведению школы в микрорайоне Магнитный, а также еще нескольких детских садов. В продолжении темы образования. На этой неделе во всех вузах страны и учреждениях среднего профессионального образования стартовала приемная кампания. МГТУ имени Носова также открыл двери для абитуриентов. Выпускникам 9-х и 11-х классов рассказали, какие специальности сегодня наиболее востребованы, как подать заявление в учебное заведение и о других нюансах приемной кампании 2023. Об этом мы поговорим с Олесей Копыловой, ответственным секретарем приемной комиссии МГТУ имени Носова. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня на встречу с абитуриентами вы пригласили работодателей. Какой сегодня запрос у городских предприятий, на каких специалистов? Сегодня мы действительно отмечаем старт приемной кампании. У нас два события. Первое связано с приемом документов через портал госуслуги, а второе связано со стартом приемной кампании в рамках федерального проекта «Профессионалитет на среднее профессиональное образование». Сегодня мы пригласили на встречу различных работодателей для того, чтобы у ребят у поступающих была возможность сразу проконсультироваться по интересующим их специальностям, узнать об условиях трудоустройства, прохождения практики, а также возможно даже сразу заключить и узнать об условиях целевого договора для того, чтобы гарантировать себе дальнейшее трудоустройство и увеличить свои шансы на поступление. В рамках программы «Профессионалитет» для поступления на среднее профессиональное образование мы расширяем нашу сеть партнеров-работодателей. Это механо-ремонтный комплекс, это ММК «Метис», это объединенная сервисная компания, Магнитогорский завод точной металлообработки. А на каких факультетах обучают этим специальностям? Какой конкурс был на эти направления в прошлом году? У работодателей традиционно пользуются спросом это различные инженерно-технические специальности, а также педагогические специальности. Запрос у работодателей на тех выпускников, которые способны решать сложные производственные задачи реального сектора экономики. Это такие направления, как металлургия, горное дело, строительство, энергетика. А также запрос у работодателей на выпускников в области транспортной логистики, что связано с изменением внешнеэкономических связей. И тех выпускников, которые способны проектировать и эксплуатировать различные машины и оборудование в связи с импортозамещением. Поэтому здесь что по программу высшего образования, что по программу среднепрофессионального образования идет запрос на данные специальности. Если говорить конкретно по кластеру металлургия, где мы являемся базовой организацией в рамках профессионалитета, то это такие направления подготовки, как обработка металлов давления, ну и ряд других, которые связаны с металлургией. Конкурс, если мы говорим о программах профессионалитета, проходит по среднему баллу аттестата. Традиционно у нас на среднепрофессиональное образование достаточно высокий конкурс, поэтому ребята могут, как я уже говорила, повысить свои шансы за счет заключения целевого договора. Если мы говорим о программах высшего образования, то из перечисленных направлений подготовки в принципе конкурсные баллы начинаются где-то от 120 и выше. То есть ребятам самое главное сдать минимальный пророк, прийти к нам, ну и дальше мы уже проконсультируем, как лучше поступить. По прогнозам, какие направления будут самыми популярными в этом году? Традиционно популярными направлениями подготовки являются связанные с информационными технологиями, а также гуманитарные направления подготовки. Но, на мой взгляд, я бы рекомендовала ребятам все-таки присмотреться именно к специальностям инженерно-технического комплекса, инженерно-технической направленности, по причине их высокой востребованности у работодателей и последующего трудоустройства. Расскажите, в университете, может быть, появились какие-то новые специальности, интересные предложения для абитуриентов? Да, мы запускаем новые образовательные программы. Это юриспруденция, это товароведение, и это прикладная информатика и математика, профиль большие и открытые данные. Данные направления у нас открыт коммерческий набор. Также мы продолжаем практику внедрения пилотных образовательных программ. Запущены новые пилотные программы по направлению менеджмент, профиль управления бизнесом и техносферная безопасность, профиль экологическая и промышленная безопасность. То есть пилотные программы, они позволяют ребятам на стадии обучения выбирать собственную индивидуальную траекторию обучения и получить дополнительные профессиональные компетенции дополнительно к той сфере, на которой они поступили и обучаются. То есть на выходе иметь более конкурентные преимущества. Скажите, сколько человек вы планируете принять на бюджет в этом году и сколько на платную основу? Прием у нас на среднепрофессиональное образование в многопрофильной кольце составляет порядка 770 мест. Это на бюджетную и на коммерческую основу. Из них в рамках программы «Профессионалитет» это 375 мест. А по кластеру металлургии 325 бюджетных и коммерческих мест. Если мы говорим о программах высшего образования, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, то суммарно это более 2000 только бюджетных мест. Из них порядка 1500 – это программы бакалавриата и специалитета. И более 2500 мест – это коммерческие места. Спасибо. Это была Олеся Копылова, ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Носова. Магнитогорский металлургический комбинат модернизировал систему оптимизационного планирования продаж и производства, которая теперь охватывает весь производственный цикл предприятия, сообщает пресс-служба ММК. В частности, система объединяет в одном цифровом контуре аглококсодоминное, столеплавильное и прокатное производство, а также процессы формирования оптимального портфеля продаж по критериям маржинальности, увеличение загрузки производственных мощностей и удовлетворение потребностей ключевых клиентов компании. Помимо этого, систему расширили за счет разработки и внедрения интегрированной системы, неупреждающего управления аглококсодомин производством «Оптимальный чугун». В нее входят семь модулей, которые выполняют оптимизацию закупок основного сырья, технологии производства и себестоимости чугуна, агломерата и кокса. Система учитывает как универсальные параметры, коэффициенты и показатели металлургических агрегатов, так и индивидуальные, характерные для конкретной домины печи, которые уточняются в процессе эксплуатации с использованием методов машинного обучения. Все результаты планирования автоматически выдаются для каждого из возможных объемов производства чугуна. В рамках модернизации системы в единую с металлургическим производством модель включили еще три компании-группы, интегрированные в более глубокий передел и реализующие металлопродукцию. Это ММК «Метис», ММК «ЛМЗ» и Торговый дом ММК. В перспективе в систему будут интегрированы и другие общества-группы, задействованные в процессе производства металлопродукции. Продажи развивает и регион. В Саудовскую Аравию из Челябинска отправили первый контейнерный поезд с экспортными товарами. Состав следует по международному транспортному коридору север-юг через территорию Казахстана, Туркменистана, Ирана. Об этом сообщают в пресс-службе ЮЖД. В Саудовскую Аравию поездом направили 42 контейнера, в которых находятся энергетическое оборудование и цветные металлы. Для поезда создали специализированную нитку графика с применением ускоренной доставки в рамках услуги перевозка по расписанию на территории России. С третьего квартала этого года из нашего региона по коридору север-юг будут отправляться по два контейнерных поезда в месяц. В мае с ЮЖД по международному транспортному коридору север-юг был отправлен контейнерный поезд в Индию. Напомним, что о необходимости развития коридора север-юг не раз говорил губернатор Челябинской области Алексей Тектер. Это позволит нашему региону стать центром, через который грузы по всей России будут отправляться в Иран и Индию. Уралэнергосбыт впервые начал штрафовать южноуральцев за несанкционированное подключение к электроэнергии. Кроме основного долга, нарушителям теперь придется заплатить штраф в размере десятикратного норматива потребления. Как говорят в компании, практика самовольного присоединения к сети распространена среди клиентов, которых отключили от электроэнергии из-за долгов. В компании обращают внимание, что благодаря переходу на интеллектуальную систему учета электроэнергии отслеживать самовольные подключения стало проще. Вся информация поступает на пульт. Напомним, с начала лета южноуральцы получают цветные квитанции. Красная предупреждает о грозящем отключении электроэнергии. Ежемесячно под отключение попадает около четырех с половиной тысяч наиболее злостных неплательщиков. Кроме основного долга, им придется заплатить 2 990 рублей за возобновление энергоснабжения. А за нарушение следующих правил можно лишиться имущества. В этом году в Магнитогорске уже три водителя, повторно севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, расплатились за преступную халатность своими личными автомобилями. Возможность назначить нарушителям уголовное наказание не только в виде штрафа или срока, но еще и конфискации появилась у судов еще год назад. Главная цель такого подхода – предотвратить трагедии на дорогах. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды и с той же завидной регулярностью останавливают на дорогах города водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 175 водителей, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. За подобное правонарушение предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до уголовной. Посадить за повторную езду в пьяном виде могут на срок до двух лет. А недавно появилась возможность назначать лихачам наказание в виде конфискации автомобиля. Важно отметить, что забрать имущество можно только у собственника. В Магнитогорске уже есть подобные случаи. В правобережном районном суде города Магнитогорска в 2023 году вынесено три обвинительных приговора по преступлениям, предусмотренным в статье 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если ранее это лицо было подвергнуто административному или уголовному наказанию за аналогичное деяние. Стоит отметить, что во всех трех случаях судом вынесено решение о конфискации транспортного средства, которым управлял подсудимый, и обращение его в собственность государства. Один из таких водителей попытался нестандартным способом уйти от ответственности. Подсудимый введу свой признал в полном объеме. Установлено, что ранее он привлекался к административной ответственности. Но на момент вынесения судом решения свой автомобиль он продал за 250 тысяч рублей своим родственникам. Вместе с тем судом вынесено решение о конфискации данной денежной суммы, которая была получена им от продажи автомобиля. Если такие же смекалистые водители решат не только продать авто, но и быстро потратить вырученные деньги, конфискованно по суду у них будет другое имущество той же стоимости. В Челябинской области подешевели овощи и подорожали авиабилеты. Изменения цен региональное отделение Банка России зафиксировало по результатам мая, когда годовой рост цен в области увеличился до 2,7%. Месяцем ранее показатель был на уровне 2,2%. Ускорение инфляции связывают с повышением потребительской активности и ослаблением рубля, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России. Цены выросли в сфере услуг. Повышенный спрос на внутренние перелеты привел к подорожанию авиабилетов. Зарубежные туры поднялись в цене тоже после возросшего спроса и на фоне ослабления курса рубля. А вот развитие тепличных хозяйств в России позволило нарастить объемы производства огурцов и помидоров. Поэтому эти овощи стали стоить меньше, чем год назад. Аналогичная ситуация наблюдалась в производстве молочной продукции. Фермеры нарастили производство. В результате питьевое молоко, творог, сметана и кисломолочная продукция подешевели. Кроме того, по данным Челябинского отделения Банка России, повышенный спрос на поддержанные иностранные машины и автошины поспособствовал снижению цены на них. В среду завершился опрос на портале Госуслуг, в ходе которого жители Магнитогорска выбирали культурные учреждения, которые будут отремонтированы в 2024 году. Напомню, участником голосования стали библиотека имени Крышенинникова, Краеведческий музей, детская школа искусств, дом музыки, картинная галерея и детская библиотека филиал номер 2. Очень важно отметить, что это не просто ремонт, это не просто побелили-покрасили, это не просто там обновили крышу, чтобы она не текла. Это полное преобразование пространства. Как наружного, то есть как красота ремонта, да, что называется, красота самих помещений. По всем проектам сразу скажу, пройдена госэкспертиза, подготовлены сметы, то есть полные пакеты документов везде есть. То есть мы готовы абсолютно. Вот как только нам дают деньги, сразу они это делают. В лидеры выбился центр правовой информации библиотека Крышенинникова. За капитальный ремонт его юношеского филиала проголосовали 462 человека. В библиотеке уже готов проект реконструкции. Он предполагает создание зон каворкинга, IQ-лаборатории, новый формат читальных залов. Добавлю, что голосование длилось чуть более недели. В нем приняли участие около 3,5 тысяч горожан. Это была программа «Деловая неделя». До встречи на телеканале ТВИН.